Садгуру, когда молодые люди сталкиваются с проблемами или трудностями, такими как неудачи, расставания, потери и так далее, некоторые прибегают к наркотикам и алкоголю, вместо того, чтобы разобраться с проблемой и найти решение. Мне хотелось бы знать, что может быть последней надеждой для человека, даже когда внутри он полностью сломлен. Как много аплодисментов от разбитых сердец. Итак, когда кто-то полностью сломлен, что ему делать? Вопрос в том, хотите ли вы позволить себе быть полностью сломленными? И по поводу многих вещей, которые не сработали в вашей молодости, позже вы поймете, что это только к лучшему. На этом можно смотреть с разных сторон. Позвольте мне рассказать вам кое-что. Это произошло в 1941 году, когда нацистский режим набирал силу в Германии и некоторых других странах Европы. Однажды, в Австрии, группа немецких солдат стала врываться в дома. Они вломились в дом одной богатой еврейской семьи. Забрали взрослых, все разграбили и увели двоих детей. Двенадцатилетнюю девочку и восьмилетнего мальчика. Детей доставили на железнодорожную станцию. Это было в конце ноября, начале декабря, когда уже начало сильно холодать. Их держали на станции три дня, потому что не было поезда. Мальчики есть мальчики, они начали играть там в футбол. Они играли в футбол. Как вдруг приехал поезд. Это был не пассажирский поезд. Товарный поезд для перевозки грузов. И когда приехал поезд, солдаты бросились заталкивать всех в вагоны. Все оказались в этом поезде, и мальчик со своей сестрой, но он забыл надеть свои ботинки. Те остались снаружи, а его втолкнули в вагон. Он оказался в вагоне босиком. Когда его сестра, двенадцатилетняя девочка, увидела, что ее младший брат остался без обуви, она ужасно разозлилась. Она схватила его за ухо, дала ему затрещину, отшлепала и отругала. Идиот! Мы и так в большой беде, а теперь ты еще и остался без обуви. Потому что зимой в Германии, если у вас нет обуви, вы можете остаться без ног. Вот почему она так рассердилась. На следующей станции мальчиков и девочек разделили. Уже после войны, после четырех лет в концентрационном лагере, она узнала, что все семнадцать членов ее семьи, включая младшего брата, пропали бесследно. Ни записей, ни свидетельств. Они просто исчезли. В то время, единственное, что угнетало ее, были последние слова, которые она сказала своему младшему брату. Она любила своего брата, но последние несколько слов, что она сказала ему, были ужасны. Они звучали в ее голове и угнетали ее. Это последнее, что я сказала своему брату, и теперь я уже никогда его не увижу. Его не стало, думала она. И тогда она поклялась себе. С кем бы я ни говорила в своей жизни, я буду говорить так, что если это будут мои последние слова, потом я не буду о них жалеть. Это решение изменило ее жизнь. Она уехала в Соединенные Штаты, там она жила до своей смерти в 2006 году. Она проделала феноменальную работу. Построила больницу, кажется, где-то в районе Чикаго. Она прожила плодотворную жизнь. Я хочу сказать, что опыт даже самой ужасной ситуации вы можете использовать, чтобы стать лучше, либо же, чтобы сломаться. Поэтому, когда что-то причиняет вам боль, у вас есть выбор. Либо получить шрам на всю жизнь, либо стать мудрее. Чем больше боли вы испытали в своей жизни, тем мудрее вы должны были стать. Не так ли? Но, к несчастью, большинство людей получает от происходящего травму. Это происходит потому, что им нужно оправдание тому, что их собственный интеллект обернулся против них. Особенно в те моменты, когда мир оборачивается против вас, разве не становится очень важным, чтобы ваш интеллект был на вашей стороне? АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ